Это для великанов, это не для людей. Мы зашли в церковь Святой Ирины, она, значит, церковь божественного умиротворения, внутреннего, скорее всего. И она, вообще-то, мы спускаемся на метр три под землей, опять-таки. Для альтернативщиков это будет очень интересное место посетить, потому что вот этот наш любимый красный кирпич. И вот эти вот потолки, вот эти арки, которые до сих пор никто не может сделать. Так, мне надо под ноги смотреть. Ну, тут как-то очень интересно. Это же явно как-то неровно. Колонна отошла, да, явно видно. Она и худее, чем остальные. А что это такое? Это как амфитеатр. Ну, я думаю, что ее, может быть, сюда поставили, когда оригинальная выпала, осадок от землетрясения. Потом они поставили сюда другое, она еле вписалась. Вот тут оригинальный пол, смотрите. Вообще какие-то, что это такое? Какое-то животное. Может быть, я не пойму, что там. Может, это явно не оригинальный пол, я не думаю. А вот это... Ух ты! Вот так включаем воображение и смотрим. Это греческий видосчик. Да. Красный кирпич. Сводок. Это нереально. Вот сегодня это нереально. Я не знаю, как это можно сделать. Коспис, конечно, тоже очень классный. Надписи, наверное, на греческом. Вот там вот я вижу. Ну, и крест. Понятное дело. Православное, наверное. Так это как? Я даже не знаю, что это. Это явно было церковь? Я не уверена, потому что какой-то... Я не знаю. Они, наверное, не оригинально. Это их приставили сюда явно. Сейчас мы держатся на честном слове. Да. Вот это все наверху. Вау. Мы рисковали. Зато сетку от голубей это повесили, чтобы на голову ничего не капало. И то спасибо. Ну, вообще-то тут, конечно, очень классно. Походите. Вон, красный карпич. Вон, красный карпич. Like, time will not destroy those red bricks, and that's the technology of how they used to build. You see all those bricks right there that you can see, right there? Yeah, no one knows how to make those anymore, and they are super strong. So, the church was never converted into the mosque, but rather used as a storage for a weapon. Guys, this church in the Islamic church, they didn't turn into the mosque, they left it. The church, yes, I forget it again. They left it and just kept there, but really, they left there. То, что бетоном не замазали красные карпачки, они, кстати, на редкость, о них мало информации, но кто знает, кто в теме, то не понимают, о чём речь, потому что только по этим красным кирпичам можно определять вообще допотопный возраст этого всего. Вот видите, эти арки, это всё на века, между прочим. Даже землетрясение его не нужно, ну да, но это же, кстати, шарфака, конечно, очень хорошо, но обратите внимание на знак, на нём, на крышке. Вот, это египетский символ, да, мне кажется, да, символ жизни. Ну, не уточняет. Ну, там вот, да, я не буду ждать, но мне кажется, что это тоже из того же Египта украдено. Но формы нет. Много лет назад. Ну, они же возили всё своё награбленное, домой привозили. Ну, что, мы зашли в музей, заходим, вернее, под открытым небом. Ну, дулепка тут, конечно, ну, не самолепка, сколько вот это вот на потолке, то, что вы видите. Это резьба по камню в индийских храмах, она, она просто как без них не бывает. Это, это как мандала. Это мандала, которая, в общем-то, олицетворяет творение космическое. Ну, ладно, заходим. Здесь просто красивые орнаменты на волосы, they look like traditional Orthodox, который было taken over by Muslim. ну, это все очень красиво это как артодокс church normalmente выглядит мы просто взялись это музеум и And a palace, I guess. I don't know. It's just changed so many times throughout the history, so it's hard to even know what it is. Now, this is an outfit. That's for sure. I would say extremely detailed. Ничего себе. 17 век. А, конечно. Красота. Такие оружия вообще. А вот эти, обратите. А ну, Люсь, иди встань, чтобы было видно, какие они огромные. Хорошо, сейчас подойдем. Встань вот. Такие были большие? Точно. Мне кажется, все-таки они... Ты представляешь, какая отдача у него? Да ну тебе плечо вышибет. Первые эти самые были вообще настойкой. Настойка? Ну, мне кажется, все равно это как бы... А поноси за собой такой, если ты вот в тот железный костюм одет. Это какая-то... Кошмар. А вот и побольше, пожалуйста. Эти, наверное, метра два. Сейчас Алёша засниму. Это, знаешь как? Снимать нельзя, поэтому сниму очень быстро, ребята. Да. Они не разрешают снимать, потому что эти мечи, посмотрите. Алёша, иди встань там, бегуй, пожалуйста. Ну так это для великанов, это не для людей оружие. Видишь? Ну как ты его поднял бы, объясни мне. А махать таким. Это великаны были тут явно. Представляешь вообще? Не для людей оружие. Очень. Очень интересная. Ну, шлемы хоть по размеру будут, но те вот мечи, это, конечно, да. А это вообще шедевр какой-то, ребята. Обратите внимание. Просто. Просто шедевр. Но я всё равно снимаю. Когда у меня такая возможность будет такое поснимать. Вот какая тонкая работа. Это вообще, я вам передать не могу. Чем это делали? Какими инструментами делали такое детальное оружие? Я не имею в виду просто там ножик выковать. А я имею в виду вот эти вот орнаменты на них все. Вот что. Доконку этим мечам вообще. С 3 метра длиной. Которую никто не мог бы поднять. Тем более махать ним на поле битвы. Вот двери тоже. Двери, кстати, очень серьёзное доказательство высокого роста людей в нашей прошлой истории. И даже то, что вот эта ручка выше головы люди проходят. Это дверная ручка. Ну, как можно эту дверь так открыть? Естественно. Ну, это золотой трон. И он какие-то инскрустированные зелёные камни. Я не знаю, что это за камень. Ну, да, конечно. Впечатляет немножко. Но это на кровать больше похоже. Он же не был таким толстым. Я думаю. Ну, это реально золото. Аппарат, конечно. Я думаю, что это трон. Возвращение от зелёных гемов. Внутри. Внутри. Все очень детально. Внутри. Чей-то трон. Внутри. Внутри. Что это такое? Это камин, что ли? Да. Деревянный. Деревянный камин, да. Очень интересно. Я не знаю, что это. Вот. Плитка. Вы можете видеть основной поверхности. И она сейчас защищена. Под глазами. Вы не должны подниматься на это. Вы подниматься на глаз. Но здесь. Оригинальный. Орнамент. И это как красивый работа была. И вот здесь. Это то, что мы можем сделать сегодня. В том, что мы можем сделать. В том, что мы можем сделать. Это то, что мы делаем. Да. Да. Я не знаю. Вы скажите мне. Кто был более изготовлен. Наши ancestors или нас. Это даже не смешно. Да, ребята. Вот. Еще раз скажу. Вот это то, что мы сегодня делаем. И оно уже потрескалось. И оно уже никакое. И уже вот тут вот какие-то куски повставляли. А здесь вот под стеклом. Это оригинальная кладка. И она закрыта стеклом, чтобы на нее не ступали. Потому что вообще красота. Я вам честно скажу. Очень красиво. И ничего не отвалилось вообще ниоткуда до сих пор. Ничего не отвалилось. Уже веками тут стоит. А вот это то, что мы недавно положили. Уже все поотваливалось, поотбивалось. Вот такие вот мы мастера сегодня. А наши предки, да. И мрамор. Но он почему-то у нас тоже трескивается. Не знаю. Но наши мастера почему-то как-то делают. Вон все неровно видно. То есть, как по мне, так деградация мастеров каменного дела. И потом вот это прилепили здесь. Совсем недавно явно откуда-то принесли. Потому что оно не лепится тут. Ну, скажу вам. Я его слепила из того, что было. Потому что, ну, кто эта колония вот так вот прилепит. Некрасиво. Какая-то замазка везде видна. Смотришь на вот то, что под стеклом. Так там вообще просто ничего не вылезло, не подтекло. Ну, в общем, в итоге сегодня у меня появилось еще больше вопросов. На которые я не знаю, или я получу хоть когда-либо ответы. Ну, что делать. Вот так оно как-то идет. Но мне кажется, если мы не узнаем правду, то мы вообще не поймем, кто мы такие и почему мы такие. Вот смотрите, как красиво. Из маленьких камушков. Наверное, морских, да? Может, они их на пляже находили и делали вот такое вот. Очень симпатично. Приятного аппетита, это крych word, да? Не очень симпатично. Вот дышим. Я пойду. Здесь спортивная шляпка. Приятного аппетита. Вот такая подушка, где? Это подушка. А, вот подушка. Ой, я думала, это живое сидит. А то можно рай их подарить. Возьмите. 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 Мы просто ходили в отель, и мы были так пыли. И вот здесь, что находится на экране, в этой маленькой кафе. Я могу читать вам. Я просто ходила, и я нашел этот дом. И это очень прекрасный дом, и замечательный человек. И это написано украинским человеком. Мы решили, что мы будем верить этому человеку, кто-то он. И мы будем сидеть и ехать. Ребята, мы тут тоже случайно шли, и случайно увидели эту надпись. Поэтому вот тут вот и поедим. Вот так. А название у него есть вообще у этого места? Ябак. Ябак? Ну да, наверное. Я не знаю, или я найду... Кардес... Ну... Кебах салону. Кебах салону не найти, короче. Ладно. Ну, по этой надписи можете найти, если кто сюда едет. Достаточно, ты заказал себе цифры. Я заказал их никогда не ел. Я вообще-то не хотела. Я только суп хотела. Алеша заказал. Вот смотрите, как оно тут. Это кипит еще. О, слушай. Запах, конечно, очень классный. Вот эту можно взять с собой. Да. Слава Богу можно с собой. Только попробуйте, Это очень круто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok